Похоже, у Олега Тинькова и его банка наступила черная полоса. Уже всю неделю все деловые СМИ трубят о том, как американская налоговая предъявила личное ему обвинение о неуплате налогов, и грозится его посадить на 6 лет. В Лондоне его тут же арестовали, но потом отпустили за баснословный залог в 20 миллионов фунтов, причем забрали все паспорта, даже российский, чтоб он никуда не убежал. Казалось бы, все. Дальше экстрадиция в Штаты и решетка на окнах. И вот тут новая шокирующая новость. У Тинькова острая лейкемия. Оказывается, диагноз ему поставили уже почти полгода назад, и в данный момент он борется за свою жизнь. Углубимся немного в болезнь, опасна ли она для Олега. Лейкемия – это злокачественная опухоль крови. Как отметил сам Олег, у него острая форма заболевания. Острый лейкоз – это злокачественная опухоль крови в костном мозге. Долгое время болезнь считалась смертельной. Ранее диагностика и своевременное лечение лейкоза современными методами дает шанс на длительное ослабление болезни и даже полное выздоровление. Парадокс в том, что это является основанием для отказа в экстрадиции. Вот такие игры судьбы, которая уберегла от тюрьмы, но заставила сражаться со смертью. Многие думают, что болезнь Тинькова – это фейк, придуманный юристами для перегруппировки и подготовки ответа. Но боюсь, что с такими вещами уже не шутят. Это как-то за гранью. Или нет?